Ну слушайте, ребят, порядка 30, наверное, я вырезок нашёл. А для тебя я подготовил вот этот хрусталь. Примерно то, что я хочу изначально видеть, в своё воображение я включил. Волшебным движением руки... Эй, здорово, дружище, с тобой Серёга Сайбербанана. И сегодня мы замутим тебе охренительную шапкой у YouTube. Без каких-то знаний фотошопа, просто главное, чтобы он у тебя был. И дальше делай, как я покажу видео, и у нас будет просто... Пушка! Присаживайся поудобнее, и я начинаю. А вот этот диггл с прошлого ролика забирает, нажимая кнопочку старт, приват, чтобы вы видели, что всё честно. Барабанная дробь, тут мешаем, 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 мешаем. Вытаскиваем, и победитель Светослав говорит, класс, видео, Светослав, я тебя поздравляю. Всё, что нужно делать, это написать мне вконтакте и подтвердить, что это твой YouTube аккаунт. А для тебя я подготовил вот этот хрусталь с царскими наклейками, как обычно. Всё, что нужно сделать, это подписаться, поставить лайк, написать любой комментарий, и одного друга пригласить ко мне на канал. И всё, уже в эту среду подведем итоги. Начинаем смотреть, как сделать охренительную шапку. Итак, нам нужно три вещи. Первое, это найти шаблон в интернете, их целая куча, и просто подбираем под себя какое-то видение, выстраиваем уже картины. После чего находим второй этап, это вырезки. То есть я буду делать это по Counter-Strike, если ты это будешь делать по Fortnite, World of Tanks, или бы какую-то другую игру, то ищешь вырезки такие. Я буду делать сегодня по контре, как уже и сказал. И третье, это найти шрифт. Кстати, вместо шрифта, который мы будем искать для Photoshop, можно также и Cinema 4D сделать. Ну, в зависимости от ситуации в конце посмотрим. Поехали. Первый этап, а именно, найдём шаблон. Залетаем абсолютно в любую поисковую систему и вписываем шаблон для шапки YouTube. И подбираем под себя подходящий. Давай, я сейчас какую-нибудь выберу и дальше продолжу видео. Нашёл я такую шапочку, мне действительно она понравилась, я знаю, как с ней можно поработать. Поэтому, ребят, заходим в неё. Сразу тут есть и шрифт у нас. Шрифт мы, естественно, устанавливаем. Отлично, готово, заменяем. Видимо, у меня такой шрифт уже был. После чего нажимаем шапка.psd. Это Photoshop, где мы уже будем работать. Когда зашёл в Photoshop, включаешь своё воображение и смотришь, что тебе не нравится. На примере мне вот на глазок нажимаешь, смотришь, мне не нравится абсолютно эта надпись и то, что находится за ней. Значит, мы это всё убираем через Dell на клавиатуре. После чего мне не нравится абсолютно, что там за парни друг с другом там воюют. Я их тоже убираю и добавлю что-нибудь своё потом. И всё. Вот это примерно то, что я хочу изначально видеть, своё воображение я включил. Примерно ты тоже. Кстати, вот всё, что я в конце сделаю, я оставлю ссылочку в описании, ты можешь скачать и уже под себя просто поставить название и всё. Окей, поехали ко второму этапу. Найдём теперь фон и найдём вырезки, которые я говорил. Их абсолютно точно так же легко найти, просто в поисковой системе пишешь «вырезки CSGO для фотошопа» и находишь подходящие для себя материалы. Давай я тоже парочку материалов найду и продолжим. Ну слушайте, ребят, порядка 30, наверное, я вырезок нашёл. Вот, например, вот этот парень, возможно, к нам уже в Photoshop пойдёт. А теперь определимся с фоном. Фон выберем абсолютно тоже любой, радомно возьму обычную стену, тёмно-серую, возможно, какого-то кирпичного цвета и добавлю в Photoshop. Отлично, ребят, стены нашёл, просто берём, перетаскиваем уже на свою рабочую область, дальше пододвигаем туда, куда тебе нужно. На примере вот я ставлю в уголочек, через Shift я зажимаю кнопочку, левая кнопка мыши и тяну выше так, чтобы она более-менее была посерединке. Окей, готово. Нажимаю галочку и уже что-то интересное у нас намечается. Теперь залетаем к себе в вырезки и выбираем то, что нам нужно. И мне кажется, вот это цветное прикольное и вот эти два парня прикольные. Берём их и также перетаскиваем к себе на рабочую зону. Делаем поменьше через Shift, как я уже, ребят, сказал, и примерно ставим сюда. Отлично. И теперь вторых, ребят, также уменьшаем чуть-чуть и двигаем в эту сторону. И ещё меньше, чтобы пальцы не обрезать. Ещё чуть-чуть, ещё капельку. И примерно по симметрии также будет подойдёт. И осталось теперь посередине написать красивым названием, каким-нибудь суперским шрифтом. Как раз переходим к третий этап. Поиск шрифта. Шрифт мы будем искать абсолютно точно так же, как мы искали и шаблон, и вырезки. И теперь просто надо в поисковой системе написать крутой шрифт для Photoshop. И всё, выбираешь для себя подходящий. Я выбрал не он, кстати, он останется также в архиве. Его можешь просто, заходишь в него, два раза нажимаешь, и потом установить. И всё, Photoshop-чик иногда надо перезагружать, чтобы у тебя этот шрифт появился. Ну и напоследок осталось только одно. Нажимаем буковку Т, это означает, что сейчас будем мы что-то писать. Дальше выбираем шрифт, который нам нужен. Мы выбираем именно не он, так, буковка Н. Вот она. И теперь, ну, наверное, поставим 180. Будет более чем достаточно. И теперь пишем YouTube, чтобы было понятно, что ты смотрел меня отсюда. YouTube готово. Окей, нажимаем ОК. Теперь мы берём последний слой, который у нас был, и выбираем через Ctrl то название, которое ты только что написал. И теперь нажимаешь перекрестие, и вот здесь выбираешь вот так и вот так. Это означает, что он ровно посерединке встал. Но есть один косяк. Что-то как-то здесь и здесь, друг от друга, они сильно отличаются. Поэтому немножечко вот сюда добавим ребят, а этих ребят сдвинем сюда. И примерно, я думаю, вот так уже очень даже и годно получается, ровно посерединке. И самая такая сочная вот концовочка. Заходишь, два раза нажимаешь, где YouTube, чуть-чуть правее, левая кнопка мыши. После чего у тебя появляется стиль и слоя, нажимаешь тень. Ля, уже хорошо получается. Единственное, что прозрачности я, наверное, сделаю ещё чуть-чуть поменьше. Хотя, возможно, даже побольше. Ну, 55 давай оставим. Нет, давай 50 оставим. Вот так будет сочно. И нажимаем ОК. Выглядит как? Выглядит достойно. Я считаю, что, в принципе, шапка готова. И для себя ты можешь замутить такой же. После чего нажимаешь файл, сохранить как. Дальше PNG формат. Выбираешь. И после чего пишешь, пусть будет шапка. Сохранить. Окей, она у нас появляется на рабочем столе, но давай её добавим в YouTube канал. Заходим к себе, нажимаем Мой канал. После чего здесь кнопочка есть. Вот такая фотография. Теперь перетащите сюда, либо откройте. Давай возьмём эту штуку. Где она у нас, родная шапка есть. И заходим обратно сюда и перетаскиваем. Вуаля! Волшебным движением руки я нажимаю Выбрать. И буквально через пару секунд появляется эта картинка. Ну вот, дружище, я тебе и показал, как за пару минут ты можешь превратить свой канал в достойную конфетку. Я тебе рассказал, как это делать без каких-то знаний в Photoshop. Показал, какие кнопки нужно нажимать. А тебя только прошу одно. Подписаться, поставить лайк, поучаствовать вот в этом розыгрыше. И посмотреть вот этот вот годный видос. Всё. Давай. Пока-пока. Увидимся в среду. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok